Здравствуйте! На библейский портал Нигзегет поступил вопрос, что такое истина. На самом деле этот вопрос, с одной стороны, настолько широкий и сложный, а с другой стороны, настолько простой и очевидный для христианина, что на него, с одной стороны, очень кратко можно ответить и все завершить этот видеоролик, а с другой стороны, можно говорить очень долго и бесконечно. Что это в науке, как называется? Парадокс, правильно. Ну, кстати, парадокс — это тоже парадоксальность, один из критериев истинности научного знания. Так вот, посмотрим, как этот критерий применяется в богословии. Господь и Спаситель наш в Евангелии своего возлюбленного ученика и апостола Иоанна Богослова отвечает одному из своих апостолов, наверное, вот, возможно, тому самому апостолу, который наиболее вот подходил как-то рационально стараться разобраться, вот где истина, где ложь, как вот не ошибиться, как бы не обмануться. Все, я думаю, догадались, о ком речь об апостоле Фоми, том самом, который, как мы помним, что и задавал вопросы отдельные такие острые Спасителю и по ходу его проповеди до крестных страданий, а уже после крестных страданий, смерти и воскресений, как раз в этом воскресении смущался и сомневался, и говорит, да, пока вот не вложу руки мои вот в эти враны Спасителя, а потом, когда, конечно, увидел, то поверовал. Апостол Фома показывает нам, что можно у него поучиться, поучиться, чтобы случайно на ложную наживку сатанинскую не клюнуть в поиске истины. Но, тем не менее, Господь ему дает совершенно очевидный ответ. Говорит, Иисус сказал ему, апостолу Фоми, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете Его и видели Его». Еще раз, «Я есть путь истины и жизнь». Господь наш Иисус Христос – это истина, это абсолютная истина, это критерий истинности в этом мире, в этом мире и, более того, вне этого мира материального, тленного, который все равно разрушится, и будет новое небо и новая земля. Поэтому любое знание, его истинность проверяется через Христа. Если через Христа не проверяется, это знание все равно относительно и не так, не настолько нам принципиально. Вот мы смотрим, как устроена Вселенная, гигантские, как звездные области, галактики устроены, или пытаемся посмотреть, что же внутри атома происходит, как же там протоны, нейроны и так далее. Мы в любом случае можем ошибаться и заблуждаться, но это не так принципиально, не так принципиально эту истину знать. Это истина относительная, потому что, возможно, и без этого мы спасение души можем спокойно получить. А вот то, что в нашей жизни истинное или ложное, прежде всего наши поступки, наши решения, наши мысли, вот это проверяется Христом. С одной стороны, очень просто, потому что очевидно, вот как поступил Христос, так и поступил бы я. А с другой стороны, не очевидно, потому что мир очень сложный, и выбрать правильное решение действительно нелегко. И понять, насколько вот то или иное действие, тот или иной поступок, та или иная мысль соответствует Христу, соответствует истине. Именно поэтому Господь нам и говорит, я вам принес радостную весть, Евангелие. Я принес вам возможность разобраться, что же такое истина. И поэтому наша задача читать священное писание и сравнить с ним свою жизнь. Сюжет мы все знаем. Все образованные люди, в принципе, знают, о чем Евангелие. Более-менее помнят содержание притчи. Но почему очень важно его постоянно читать, перечитывать, не гнаться за объемом, а просто почитать и немножко подумать. Потому что ты взял, почитал Евангелие, в этом году эти слова как-то не затронули твою ситуацию, не связаны. А на следующий год у тебя ситуация в жизни поменялась, и ты читаешь Евангелие, тот же самый отрывок, и для тебя уже ответ. Вот как поступить по-христиански. Вот как бы поступил Господь, наше Иисус Христос. Кроме того, надо помнить, что Господь вот в этом стихе говорит, «Я путь истины и жизни». Что эта истина, она, во-первых, не бывает никогда мертвой, и никогда она не бывает статичной. Что то, что вот я вчера там взял, разобрался, и это для меня истина, сейчас ситуация поменялась. Господь говорит, «Я путь». Если ты остался на той же стадии пути, для тебя по-прежнему это же истина, то как бы, ну это немножко печально. Когда ребеночек думает, что ему вот ангелы с небес, или там святитель Николай приносят подарки и летят по небу, и эти подарки потом куда-то под кровать пихают, ну это нормально для детской веры. Если взрослый человек, вот у него такие представления о Боге, то все-таки он немножко вроде для ребенка это истина, но это, а путь-то остановился, надо к Богу приближаться, надо для себя еще больше открывать вот эту истину, надо для себя больше открывать Христа, причем не только через познание, но и через общение с Ним, через молитву. Да, более того, можем ли мы понять истину только если будем? Ну вот, да, там протестанты больше читают Библию, увы, чем мы, чем православные люди, но тем не менее, почему они истины не видят? Потому что они забывают, что Господь в Евангелии сказал, вот примите и едите все из тела Моя, что они не причащаются, не приобщаются даров Святого Духа, как приобщаемся мы, потому что сам Христос истинно приходит в нас, и мы, соединяясь с Ним через достойную подготовку, можем уже вот свою жизнь истинно строить. И правда очень важно, что истина, она одновременно и жизнь, жизнь во Христе. Если ты стараешься даже вот как в виде исключения, вот есть я, вот есть моя жизнь, а помимо этого вот есть Христос, я как-то проверяю, ой, ну так вот у меня все просто, понятно, я о Христе не вспоминаю. Ой, здесь надо разобраться, так или так поступить, я вот уже о Боге подумаю и помолюсь. Нет, наша жизнь должна быть во Христе и так. Если мы будем на Христа ориентироваться, и Он будет спутником постоянного каждого мгновения нашей жизни, то уже куда больше шансов, что мы мимо истины не промахнемся. Тем не менее, конечно, мы слабы. Да, что вот Господь говорит, рот, лукавый, развращенный, это про нас. Увы, грех нас ослабевает, и мы не можем с Христом контактировать. Но тут как раз и надежда на то, что Господь Спаситель спасет нас. Как вот Фома не понимал, где истина, как Фома не понимал, что Христос воскресел, а Господь пришел, ему явился, говорит, я готов не только умереть за тебя, я готов, чтобы ты в моих ранах покопался своими пальцами, лишь бы вот ты был со мной. И поэтому тоже, если мы будем искренне истину искать, даже если мы не поймем какую-то ситуацию, даже если мы поступим, и поступим неправильно, а будем первоначально уверены в своей правоте, если мы покаемся, обратимся ко Господу, сам Господь придет и нам подскажет, скажет, вот он, я, вот путь истинной жизни, пойдем со мной.